добрый день любители рыбалки в прошлом ролике я вам рассказал о такой снасти на карпа так называемая соска значит эта снасть хороша там где нет зацепов потому что нижний крючок и вот эти все крючочки если на дне из зацепы это грозит тем что вы обравите снасть значит для того чтобы связать снасть но для водоема где и зацепы значит есть другая конструкция вот мы с вами свяжем берем леску 05 ставим стопорок затем идет крючок с крючками дальше беру пружину на пружина не такая большая вот как вот здесь вот беру более прогонистую тонкую пружину для того чтобы в полете наша снасть не крутилась дальше опять стопорок меньше узел разбивался и вертлюжок и вот что у нас получилось стопорок пружина тройничок опять стопорок неукончательный окончательная петелька теперь теперь мы вертлюжку привяжем более тонкую леску я беру 0,3 3 леску отматываю кусочек чтобы она нам мешала значит привязываем ее к вертлюжку отменяю но Теперь смотрю сколько мне надо. Делаю здесь петлю и завожу груз. Здесь груз на течение, груз на стоячую воду. Вот что получается. Значит груз, тонкая леска 0,3. Дальше вертлюжок, стопорок, пружинка, 0,5 леска. И тут у нас стройник с крючками. При забросе я ее ставлю сюда. Но можно ее ставить какое-то расстояние. Потому что при потяжке, чтобы карась, карп, лещ не ощущал веса этого грузила. Вот он потянул. И только потом, когда он уже хорошо взялся, он почувствует вес грузила. А если это грузило зацепится за дно, то вы обрываете груз, а все остальное остается целым. Вот такая вот конструкция. Будьте здоровы! Будьте здоровы!